Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, уважаемые слушатели и любящие изучение Слова Божия, братья и сестры. Мы продолжаем исследование книги Ветхого Завета, книги «Исход» на интернет-портале экзегет.ру. С вами снова я, Солодков Андрей Иванович, преподаватель Николы Пережинской, Сретенской духовной семинарии Российского православного университета, специалист в области православного богословия. Мы с вами рассмотрели первую, вторую, третью и четвертую главы книги «Исход». И начинаем читать пятую главу. После сего Моисей и Арон пришел к фараону и сказали, «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля?» «И не знаю я Господа, и Израиля не отпущу». То есть мы видим, что мы помним, что Моисей не решался идти, Господь дает ему Ароны для того, чтобы вывести народ израильский из духовного и физического рабства, прообразы того, как и Господь нас выводит из рабства, духовного служения Сатане Льстивому. Поэтому по этому поводу свидетель Леон Златоуз замечает и делает интересный комментарий, то, что фараон говорит, «Я не знаю Господа и кто такой Господь». Вот что он пишет, цитата. «Итак будем смиряться, чтобы возвыситься. От великой гордости происходит унижение и безумие. Так унижен был фараон. Я не знаю Господа», — сказал он. «И за это сделался презрение мышей, лягушек и мох. И вскоре после того потонул с оружием своим и конями». Здесь как бы свидетель Леон Златоуз делает пролог то, что произойдет в дальнейшем с этим противником воли Божией, с фараоном. И далее продолжает. «С авраамом был, было по-другому. Он говорил, я прах и пепел», — Бытие 18, 27. «И потому одержал победу над бесчисленными неприятелями. Находясь у египтян, он возвратился от них с победой. После славной, чем прежняя, и, следуя по пути этой добродетели, навсегда остался великим». Конец цитаты. Такое удивительное замечание делал свидетель Леон Златоуст. И противопоставляет гордость смирению. Он начинает, и так будем смиряться, чтобы возвыситься. Действительно, много таких прообразов священного писания. То, что касается и Авраама, то, что касается, например, книги «Бытие 11» главы. Если кто, опять же, исследует и любит исследовать священное писание, то вспомнит, как строители Леонской башни хотели сделать себе башню высотой до небес. И там было сказано, что они хотели возвеличить свое имя. И помним, что произошло с ними, как Господь рассеял их по всему лицу земли, сказав, не вечно быть поругаемы духом и ему. Так и здесь. Фараон с таким пафосом говорит, кто какой Господь, и чтобы я послушался его. Сегодня люди, и в современном мире, они тоже настолько огрубели, я черствели, подобно фараону, своим сердцем, что когда православный миссионер или просто православный человек стремится поделиться с ним своей верой, то можно услышать часто вот эти слова. Кто такой Господь, чтобы я послушался его. Или говорят, а кто такой Христос? Это там еще один миф Древней Греции и каких-то других языческих различных памфлентов и писаний. Но это не так. Это есть не что иное, как гордость человеческая. И подражание этой гордости, подражание фараону, оно всегда приводит человека к рыбокрушению не только в его там зыбкой вере, которая у него есть, но и в его жизни. Поэтому будем предостерегать людей от такой гордыни, которая была у фараона, которая привела, в общем-то, к чертости его сердца. И здесь можно сказать, что когда мы смотрим на сегодняшний, опять же, наш мир, то не стоит удивляться, почему люди настолько жестокие. Это все результат безверия, результат, потому что Бог есть любовь. Но наши люди, к сожалению, уверовали, еще до сих пор продолжают верить в ту самую, ну, как сказать, пресловутую не назовешь, а примитивную теорию эволюции, где говорят о том, что человек произошел случайно, что жизнь произошла случайно, что нет никакого Бога. То есть Бог как-то вычеркивается из поля зрения и из жизни человека. И там есть еще такой, в общем-то, принцип, который вложен в нравственную составляющую этой теории. Это естественный отбор. Мы с вами знаем, что согласно этому естественному отбору, то сильнейший выживает, то есть такой животный принцип жизни человека, такая гордость, отвращение от Бога, который есть любовь. И поэтому в этом смысле, по этому принципу, если христианин живет по отношению к Богу и другому человеку, такой евангельской заповеди, нет больше той любви, кто душу свою положит за други своя, или возлюби ближнего твоего, как самого себя, то принцип такой гордыни эволюционной, он будет следующий. Раздави ближнего своего, иначе ближний раздает тебя. То есть по принципу, если сильнейший выживает. Ну, жестокость этого мира, это гордость этого мира, которая здесь так ярко выражена в самомнении и незнании. Он говорит, я не знаю Бога, кто это такой, и, в общем-то, и не хочу знать, и не отпущу Израиль для того, чтобы служить Богу. Есть и другой прообраз в образе гордого фараона, как мы говорили, что фараон – это прообраз дьявола. Когда человек стремится служить Богу, то действительно Господь, чтобы его укрепить, Он посылает ему различные искушения и дает каким-то образом воздействовать тем или иным для человека, кажущимся неприятным ситуациям. Но, тем не менее, если человеку, который желает жить христианской жизнью, а, в общем-то, Господь так и говорит, апостол Павел, извините, все желающие жить благочестиво в Иисусе Христе будут гонимы, не только живущие, но уже желающие. И вот народ израильский здесь желал выйти для того, чтобы послужить Богу. Но мы видим, что дьявол, то есть фараон по своей гордости всячески препятствует ему. Что же делать православному христианину в такой ситуации, если действительно кто вроде в храм не ходил, и все как-то было хорошо, а тут в храм пошел, и какие-то начались неурядицы в жизни. Мы слышим от людей, что такое часто с ними случается. И на этот вопрос нам отвечает Иаков, брат Господень, в Соборном Послании, в своем Соборном Послании, с первой главы, прям со второго стиха. Он пишет так. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. А если у кого-то недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Мы видим, что если действительно в нашей жизни наступают какие-то искушения, и мы встречаемся с таким, что люди нам говорят, кто такой ваш Бог, или в нашей жизни наступают какие-то сложности, которые Бог попускает, Господь говорит нам через послание апостола Иакова, что надо принимать с великой радостью, потому что Бог таким образом нас укрепляет в вере. И мы читаем с вами далее. Они сказали, «Бог евреев призвал нас отпусти нас в пустыню на три дня пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвой или мечом. И сказал им царь египетский, «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дела его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон, «Вот народ в земле сей многочисленный, и вы отвлекаете его от работы его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря, «Не давайте впредь народу соломы для деланной кирпичей, как вчера и третьего дня, пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу». Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». Интересно, что делает фараон. Он говорит, что эти люди праздны. Надо их нагрузить больше работы, чтобы у них не было времени и подумать о Боге. Вот при нерадивых правителе некоторых стран так иногда и происходит. То есть, человек загоняется в такую ситуацию, что ему просто некогда действительно продохнуть. Он должен работать и днем, и ночью для того, чтобы заработать себе и прокормить как-то свою семью. Такое состояние в какой-либо идеологии или в каких-либо нерадивых правителей это не что иное, как состояние вот этого фараона, который стремился подавить и который, в общем-то, угнетал и специально делал так, что народ израильский должен был теперь и сам искать стройматериал, скажем так, не только которым давали, но выполнять и ту же работу. И мы видим, что он говорит про знаний. Нам сегодня часто православным христианам делает такой упрек, что ну вот как у вас православным вам не позвонишь. Был у меня один знакомый, который так он интересовался, до сих пор он так интересуется. Можно сказать, что есть три категории людей захожане, прохожане, прихожане. Вот он был таким захожанином, он заходил в храм, ну как-то вот никак, такой стремящийся. И когда он мне звонит, он мне всегда говорит здравствуй, я говорю о здравствуй с праздником. Говорит слушайте, вы как не позвонишь, у вас там все время то есть у людей века сего понятие праздника это значит ничего не делания там или как ехал там человек в электричке и говорит не знаю там какой-то праздник у них, какое-то сретение или что такое, я не знаю что такое, но тут сумочку и бутылочку я с собой захватил. То есть у людей праздник это значит надо пить, есть и гулять. В православном понимании праздник означает совсем иное. Когда мы празднуем день какого-либо святого или какие-то праздники например святителя Николая Чудотворца или там священного мученика в Инифате до 1 января очень хороший праздник он был человеком пьющим и поэтому интересно что это было по старому стилю он поставлен в календаре а по новому стилю он приходится именно на первом календаре я думаю что в этом есть свой промысел Божий потому что с какими головами люди стоят 31 числа после 31 числа поэтому священный мученик в Инифате молится за всех людей которые увлекаются чрезмерным винопитием и когда мы с вами празднуем тот или иной праздник мы знаем смысл этого праздника у апостола Павла есть такие слова подражайте мне как я Христу и еще в послании к евреям он пишет так что взирая на кончину их жизни то есть людей святых особенно мучеников угодников Божих он так и пишет взирая на кончину их жизни подражайте вере их то есть для нас праздник это всегда воспоминание тех служителей угодников Божих мучеников великомучеников людей которые служили служат образцом для подражания снова и снова подражайте мне говорит апостол Павел как я Христу то есть для нас праздник это не праздность для нас праздник поклонение Богу это всегда желание служить Богу и те святые которые празднуют в тот или иной день они для нас служат образцом служения, как нам выстраивать свою духовную жизнь. Поэтому, когда нас поздравляют или мы поздравляем с праздником, у нас разное понимание в этом смысле. Поэтому апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, 2 стих, так и говорит. Не сообразуйтесь веком с ним, а преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть, сообразование этого мира дает другие понятия и о праздниках, и о других вещах, нежели тот человек, который живет в церкви, у него другое понимание праздника. Но фараон здесь, как мы видим, он накладывает на... угнетает, в общем-то. Это, в общем-то, в некой степени такое... по-другому назвать нельзя. Угнетение. Он просто издевается над народом, накладывает на них больше работы. И сказано, что приставники принуждали выполнить их работу, урочную работу в 13 стихе свою, каждый день, как тогда, как была у них и солома, то есть, когда им давали и в стройматериал. А надзиратели их сынов Израилев, которые поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря, почему вы вчера и сегодня не изготавляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор. То есть, мы видим, что они и издевались, и били их. И причем были надзиратели из числа этого же народа, израильского, и относились к ним, мягко говоря, далеко не по братской любви. «И пришли надзиратели сынов Израилев, и возопили к фараону, говоря, для чего так поступаешь с рабами твоими». То есть, все-таки надзиратели приходят и, говорят, жалуются, что труд достаточно невыносим. Ну, если, да, сказать несколько слов и обратиться к отцам церкви по поводу чуть-чуть еще вернуться к праздности, хотелось бы несколько слов процитировать, скажем, Василия Великого. Святитель, ну, такого святого нельзя его оставить не в поле нашего внимания и преподавания. Вот он пишет два вида праздности. «Знал и фараон», цитата, «что только праздному свойственно искать Бога». Почему и укорял Израиля, говоря, празднуй, празднуй, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу. Но как хороша и полезна для предающегося праздности праздность, которая производит в нем безмолвие, нужное для приятия спасительных учений. Так, худо праздность афинян, которые, и он здесь вспоминает Деяния апостола 17.21, которые ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Сей праздности подражают некоторые и ныне, употребляя свободное время в жизни, на изобретение каких-нибудь постоянно новых учений». То есть, святитель Василий Великий говорит о том, что если человек в праздности ищет подражание и служение Богу и ближнему, то эта праздность приветствуется. А если, как эти афиняне, которые искали что-нибудь нового, то эта праздность в любое свободное время употребляя, чтобы искать что-нибудь новое, что эта праздность душепагубна. Так и сегодня в нашем мире, ну, может быть, люди почему-то уже и не стали искать какого-нибудь нового учения, но сегодня есть некий бич, то есть искание новых каких-то айфонов, смартфонов, новых игр, новых развлечений. То есть, человек всегда стремится к чему-то новому, что-то такое неизведанное найти для себя, но не в Боге и с Богом, не в Божьем учении, а в каких-то вещах посторонних. Вот такая праздность, снова повторю, она выражается очень емким и понятным словом. Она душепагубна. А сказано, кто душу свою сбережет вроде всем прелюбодейным, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, говорит Христос, тот приобретет ее. Что означают эти слова? Душа, согласно православной антропологии, трех составна. Ум, чувство и воля. Поэтому кто будет думать о постороннем, кроме того, что касается дела его спасения, искать каких-то развлечений, вот само слово «вдумайтесь», развлечений, то есть разные влечения. То туда меня повлекло, то сюда повлекло, то душу свою погубит. То есть, занимая этим ум разными влечениями, занимая свои чувства, занимая свою волю разными играми, что даже и время у человека не остается, чтобы задуматься о Боге. Вот такая праздность, она погубит душу человека. А Христос говорит, кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот приобретет ее. Будем стремиться к тому, чтобы не увлекаться нам праздностью, такой человеческой праздностью, то, что называется неким ноу-хау, искать чего-то нового. Но будем служить Господу. И даже иногда, несмотря на то, как здесь сказано, что фараон понимал по-другому эти понятия праздности, для того, чтобы послужить Богу, и даже когда на нас будет, может быть, такой, по нашим меркам, невыносимый труд, будем стараться служить Богу и помнить, что любящим Бога все содействует ко благу. И далее мы видим, что он снова не отпускает их, хотя и надзиратели приходят, но он говорит, дайте еще им больше работы. И тогда, интересно, здесь складывается картина, когда надзиратели возвращают, когда Моисей опять пошел с Аароном к фараону, и сказали, 21 стих, и сказали им, да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали меч в руки, чтобы убить нас. То есть, когда они вышли, 20 стих сказано, когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их. И они их упрекают, и говорят, и сказали им, вы видите теперь, что судит вас Господь, что вы сделали с нами. То есть, другими словами, они вообще говорят, зачем вы пришли сюда, зачем вы хотите нас освободить, вы видите, что мы опять сомневаемся, с вами Господь или нет. То есть, это состояние ропота. Состояние ропота. Ропот, он всегда приходит тогда, когда человек видит в своей жизни какие-то трудности, какие-то опасности, и начинает на Бога роптать. Но снова и снова нам нужно вспомнить, что Бог не желает ничего человеку дурного. Бог только и делает, что заботится о человеке. Бог всегда желает нам спасения. Вспомним, что у нас написано на нашем нательном крестике, на классическом нательном крестике, который каждый православный христианин носит. Написано, спаси и сохрани. Бог хочет нас спасти, может быть, иногда посылая какие-то трудности в нашей жизни. Но Он хочет нас спасти от века сего и сохранить нас для жизни вечной.